Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня очередной ролик от подписчика для вас. Посмотрите, изучите, порадуйтесь за человека. Человек получает доступ совершенно бесплатно в мою закрытую группу тренинга, основанного на периодизации по различному типу мышечных волокон. Вы экономите свое время, свои деньги и получаете возможность совершенно бесплатно и грамотно тренироваться, получая на каждую новую неделю новый план тренинга. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. Нас в группе уже 175 человек. Подключайся и ты! Привет, меня зовут Александр, снимаю видео для канала Heavy Metal Gym. У меня вообще старший тренировок около 8 лет, за все это время я достиг определенных результатов. Но хотелось бы улучшить качество мускулатуры и силы. И совершенно случайно нашел на ютубе канал Егора, в котором я нашел море полезной информации по тренировкам, вообще мотивации по жизни и еще много чего интересного. И решил попробовать внедрить его программу в свой тренинг. За программу за это выражаю огромную благодарность Егору. Во-первых, то, что она бесплатна и помимо этой программы на канале очень много полезной информации. И сейчас я вам покажу, как я внедряю эту программу в свой тренинг. Моя тренировка начинается с экстензии. Этот вид разминки я вел в свой тренинг по совету Егора. Делаю 3-4 подхода по 10-15 повторений. Также не забываю про суставную разминку в начале каждой тренировки. В данный день тренировок у меня был присед, поэтому я взял довольно-таки большой вес на экстензии, чтобы хорошенько размять поясницу и всю спину подготовить к приседу. Эта разминка, на мой взгляд, лучшее, что может быть перед силовым тренингом. Она нагоняет кровь в спину, и ты уже, когда работаешь с большими весами на приседе или на стану тяги, уже меньше чувствуешь напряжение. Начинаю я присед с разминки по процентам, как написано у Егора в программе. Сегодня я буду делать сотку на присед, поэтому он начал с полтинника. Делаю его на 10 раз. Слежу за коленями, за поясницей. Стараюсь, чтобы колени не заваливались. Вовнутрь были такие проблемы. В самом начале, как пришел на программу Егора, понял, что неправильно приседаю. Теперь это стараюсь контролировать. Следующий второй подход 75%. То есть, вместо 5 кг здесь делаю на 5-6-7 повторений. Также слежу за коленями, за спиной. И стараюсь в верхней точке сильно не упрямлять колени, а в нижней сильно не садиться. Третий разминочный подход идет 90 кг на раз на два. Это подготовка перед рабочими сетами, которые будут очень тяжелыми, но не отказными. Вот пошел первый рабочий сет. 100 кг. Делаю на 10 повторений. Также слежу за коленями, за глубиной приседа и за верхней точкой. Чтобы колени не сильно выпрямлялись. Чуть-чуть держу их напряжение. После того, как я начал заниматься по программе Егора, присед у меня сильно вырос в плане качества. И вес могу брать уже гораздо больше, чем раньше. Соответственно, и мышечный рост пошел в гору. Как икроножные мышцы, так и бедра стали выглядеть совершенно по-другому, нежели раньше. Это очень радует. Потому что ноги для меня всегда были проблемной частью. Все время не мог нарастить такую явную мускулатуру, чтобы она, так сказать, виднелась из брюк. Сейчас бедро очень в хорошем состоянии, так сказать. Бицепс бедра отделяется и квадрицепс видны. Два рабочих подхода с 100 килограммами по 10 раз. До отказа не делаем. После этого перехожу на брусья. Брусья по рекомендациям Егора делаю 5 подходов по 15 раз. Иногда я могу взять вес. Первый подход сделать 15 раз без веса. Остальные 4 могу повесить 15 килограмм и сделать по 10 раз. Но это по настроению, по силам уже как получается. Здесь стараюсь корпус наклонять вперед. Ноги отводить чуть назад, чтобы шел акцент именно на грудь. В верхней точке стараюсь не упрямляться, чтобы сильно не включать трицепс. Как можно больше акцент делаю на грудь. А в нижней как раз таки как можно больше растягиваю грудные, чтобы их прокачать как следует. Также 15 раз, соответственно, делаю не до отказа. Стараюсь. Потому что отказ, как говорит Егор, как я раньше догадывался, но не особо этому придавал значение. Не доводит до роста мышечной массы, а наоборот убивает мышечную массу. Делаю последний подход. 15 раз уже, конечно, тяжеловато, но получается. После этого у меня будет жим лежа. Жим лежа я все время делал по своей программе. Даже тогда, когда я начал использовать тренинг Егора, все равно делал по своей программе. Но в этом видео я попробовал именно по процентам разминку, так же, как и на приседе, сделать. И все довольно-таки меня очень порадовало. В этот раз у меня был рабочий 80 кг, поэтому разминаюсь 50%, 40 кг делаю на 10 раз. Опускаю до касания, упрямляю не полностью, но при этом чувствую грудные. Второй подход 75%. Техника такая же. Опускаю полностью, упрямляю не до конца, чтобы не расслаблять грудные. И сильно не включать трицепсы. Третий подход 90% делаю на раз-два, чтобы как следует подготовить грудные перед рабочими подходами. Будет два рабочих подхода по 10 раз. В этом случае у меня 80 кг висит. Давно не делал такой вес. Делал микрореза до этого. Но 10 раз первый подход получился довольно-таки легко. Здесь уже выпрямляю побольше, для того, чтобы сделать больше раз. Так же стараюсь держать сведенную лопатки, чтобы включать грудные, как можно больше. До этого подход был 10 раз, почти отказной, поэтому сейчас решил сделать меньше, чтобы, не дай бог, не было отказа, штанга не упала. Прокачал довольно-таки неплохо. Наполненность сразу подскочила. Грудные грудные лились просто кровью. Это меня очень радует. Доделываю жим. Получается, у меня тренировка уже около часа. Но решил еще одно упражнение сделать. Это жим гантели на склонной скамье. Чтобы, так сказать, вообще убить грудные. Так же делаю не до отказа. Раз по 10. Здесь 3 подхода. Так, чисто, чтобы доналить кровью. После жима гантелей, обязательное упражнение теперь у меня в каждой тренировке, это гиперэкстенсия. Растяжка межпозвоночных дисков. Облегчает сразу самочувствие после тяжелых приседов, встанных тяг и вообще нагрузки на поясницу. Егору также огромное спасибо за то, что подсказал это упражнение. Ни разу не видел вообще его. Никто в зале, ни в одном зале у меня в городе его не делает. Поэтому только благодаря Егору узнал, что такое упражнение вообще существует. И оно реально работает. Тут я показал один подход. Так у меня получается около трех подходов делать в 15-20 раз. Все, всем спасибо за внимание. Егору спасибо огромное за помощь, поддержку. Всем пока. Если ты еще не успел снять свой ролик, не переживай. Парень ты или девушка, снимай свою тренировку. Лучше, конечно, если это будет тестовая тренировка. Присылай ее мне на почту. Единственное условие. Снимай качественный ролик. Не вертикальное видео, только горизонтальное. Чтобы в кадре было интересно вас смотреть, наблюдать. Чтобы качественный получился ролик. Чтобы вас было интересно смотреть. И, естественно, расскажите о себе. Расскажите о своем подходе к тренингу. Расскажите о том, какие мои советы вам помогли. Если помогли. И расскажите о негативном опыте от моих советов. Если, не дай бог, такие есть. Каждый, кто пришлет ролик о своих тренировках, каждый, кто сделает его качественно, получит совершенно бесплатно, повторяюсь, доступ в закрытую группу тренировок. Где на каждую новую неделю выкладываются тренировки отдельно для парней, отдельно для девчонок. По принципу периодизации различного типа мышечного волокна. И вы уже больше никогда не будете безгранно контролироваться, тратить свое время и деньги впустую, работая неизвестно с кем, неизвестно по каким программам. Присылайте ваши видеоролики вот сюда на почту. Жду ваши видео. Надеюсь, друзья, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх, пишите, что понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите обязательно, что не понравилось. И в любом случае не забудьте поделиться данным роликом со своими друзьями у себя в соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.